И это пройдет, как сказал мудрец. Теперь к более позитивным темам. 22 марта запущено вещание первого детского познавательного развлекательного телеканала «Узбекистан. Упор» сделан на качественный контент Лолы Ракаева с деталями. Я мама четырех детей. Двое взрослых, двое еще маленьких. Вот хочется за всеми следить, но не получается. Но тем не менее, хочу, чтобы мои дети не видели в жизни жестокости и свое свободное время проводились с пользой. Я много работаю, и дети часто с бабушкой. Конечно, она любит их, но она не может следить за всем, что они делают, особенно в интернете. Интересный, детский, познавательный онлайн-канал. Это звучит здорово. На эти и другие вопросы ответ один. У Министерства дошкольного образования, которое запустило новый телепроект, готовый без устали круглосуточно давать бесчисленное множество ответов на вопросы маленьких почемучек. И даже если у ребенка нет собственного гаджета, то именно с ним новым телевизионным контентом один на один, без проблем, можно и нужно оставить маленьких непоседок. Убедиться в этом накануне могли тысячи телезрителей, не только мальчишки и девчонки, а также их родители, которые пополнили число зрительской аудитории, не государственного телеканала «Аклвой». Аклвой в составе общедоступного социального пакета цифрового телевещания доступен по всей территории нашей безграничной страны. Охват детей дошкольным образованием с 2017 года увеличился более чем в два с половиной раза. Это практически 1 миллион 700 детей сейчас охвачены доступным дошкольным образовательными услугами. Раннее детство ребенка – это решающий период его роста и развития. Но вместе с тем, учитывая, что все еще 40% детей не охвачены дошкольным образованием от 3 до 7 лет, и они не посещают детские сады, особенно актуальным для нас сейчас является вопрос внедрения новых методов оказания дошкольных образовательных услуг, поиска новых инструментариев. 7,5 миллионов детей по стране – это детвора от 3 до 10 лет. Именно эта армия дошколят вполне может пополнить ряды потенциальной аудитории Аклвой, или, как их еще называют, поколения Альфа – гении цифрового мира. Так вот, даже если не удивить, то хотя бы на мгновение задержать их внимание у экрана телевизора, откуда увлекательно, познавательно расскажут обо всем, надеются в профильном ведомстве. Дети, которые не делают различия между виртуальной и реальной жизнью. И, конечно же, они общаются, создают контент и многое время проводят в интернете. Порой смотрят контент не совсем безопасный. И альтернативой станет Аклвой, который будет создавать контент интересный, познавательный и увлекательный. Мы стремимся разговаривать с детьми на их языке. У нас озвучивают этот контент не только киноактеры, театральные артисты, но и дети. В перспективе, как отметили на пресс-конференции, будет и онлайн-трансляция. Вещание телеканала будет осуществляться с 7.00 до 22.00. Так что детское время не закончится совсем рано. По заявкам юных телезрителей, которым самое время успеть занять места не в зрительном зале, а у себя дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова